Пограничный Брест. Тут до военнослужащих у зеленых фуражках ставится с повагой, а сами же горы города над Богом лишат день пограничника агульно-городским святом. Тому и вортовые межи со своего боку начинают святочную программу за газя, как запомнилась надолго. Уже другой год за пар, местом проведения святочного мероприемства становится мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» для повночного умасывания. Праздник проходит уже второй год подряд. Мы надеемся, что он станет традиционный и будет проводиться здесь, на территории Брестской крепости, ежегодно. Как правило, в этот день к нам приходят те, кто когда-то служил в пограничных войсках, семьи наших военнослужащих, те, у кого нет возможности прийти на сам праздник 28 мая. Ну и, безусловно, это является интересным зрелищем и для всех гостей города, и для туристов, которые посещают крепость. На свято у крепость пришли не только ты, и кто и теперь в первый час в мае самые непосредные относины до обороны рубежа в Беларуси, а и те, кто лишит своим обовязкам о этот день быть разом с ними. Граница одна в Беларуси, и каждый житель Беларуси является пограничником, особенно при граничных районах. Поэтому все знают про этот праздник. И с прошлого года началась такая хорошая традиция, когда начали приходить именно сюда в крепость. Муж пограничник всегда празднует этот праздник, всегда рады всех увидеть, посмотреть на мероприятия, организованные пограничной службой. И просто любим этот день. Мне понравилось в Тире, мне понравилось в ВРД, но мы только пока начали, так что мне еще может что-то понравиться. Мне понравилось в танке фотографироваться, стоять возле всей этой техники, очень нравится. Пограничник, где бы он ни служил, в России, Беларуси, Украине, где бы он ни был, он пограничник, у него задача одна, это охрана границы, охрана рубежей, родины, той, которой он служит. На свете и саправды было, что поглядеть, как дорослым, так и детям. По-перше, это специальная техника и узброение, якое выкрыстовывается военнослужащая Брестской пограничной группы подчас аховы мяжи. Выступление кинологов, якое завсёдно притягивает шматликую аудиторию. По-другое, концерт военного оркестра Брестской пограничной группы и солдатская каша, напевно, особенно вкусная на свежем поветре и приготованная у походной кухни. Юрий Петров, Александр Севицкий, телерадио-компания Брест.